И так можно встретить в литературе. Эти схемы являются составной частью многих вычислительных устройств, где требуются некоторые арифметические операции, конкретное сравнение чисел, сложение, умножение, собственно, складывается из сдвига и сложения. Так что об умножении мы говорить не будем. Там уже были огромные схемы, но идеи были не ясны из обычной арифметики, как перемножаются числа. Начнем мы со схем компараторов. Компаратор – это устройство, которое сравнивает два n-разрядных числа. И вот простейший компаратор говорит о том, совпадают они, либо нет. Ну вот здесь приведём пример компаратора четырёхразрядных слов. Одно число А, вот его разряды от А нулевого до А третьего, и второе число Б. Для сравнения, значит, производится поразрядное сравнение этих двух слов. Вот нулевые разряды, потом первое, второе, третье и так далее, если это n-разрядные слова. Ну и числа, здесь неважно, что это. Теперь вспомним свойства сумматора по модулю 2. Какова у него таблица истинности? У него, если обе переменных одинаковы, подаваемые на один вход и на другой, то на выходе бывает ноль. Неважно, они единицы, либо нули. Ну, если одинаковые переменные. Если же они разные, на выходе единица. И вот этим свойствам сумматора по модулю 2, или схема, исключающая или, и пользуются в компараторах. Вот сравниваются нулевые разряды, первое, второе, третье. И что мы будем иметь? Если числа, эти слова одинаковы в каждом из разрядов, то у нас на выходе вот этих схем, исключающие или, появятся нули. они подаются на схему или, не. Значит, операция или сумма четырех нулей даст ноль, и на выходе инвертора появится единица. Появление единицы говорит о том, что число А равняется числу Б, или слова совпадают. Если хотя бы в одном из разрядов будет несовпадение, ну вот, допустим, в первом А равно единице, а Б нулю, а в остальных все совпадает, ну тогда вот этот сумматор по модулю 2 даст единицу. Если хотя бы одна единица имеется на входе или нет, на выходе будет ноль. Вот достаточно простая логика работы такого компаратора. Но часто бывает необходимо знать не только, равны они или нет. А если они не равны, то и тогда вот эти числа А и Б, н-разрядные, уже как числа можно оперировать. Нужно сказать, какой из этих чисел больше. Число А или Б, кто из них больше. В этом случае компаратор становится посложнее. Вот рассмотрим. Тоже на примере четырехразрядного. Ну, можно обратить внимание, что здесь вот эта верхняя часть, это тот самый компаратор, который мы рассматривали. И вот здесь результат будет на выходе единица, если число А равно число Б. А вот нижняя часть, это та часть, которая определяет, какое из слов больше. Ну, в данном случае, если число Б больше, чем число А, вот здесь появится единица. Если нет, если обратное А больше, чем Б, то здесь будет ноль. Каким образом это здесь работает? Ну, вот давайте начнем со старшего разряда этого числа, третьего разряда. Вот здесь число А подается на схему И через инвертор, а число Б напрямую. Значит, если число Б в старшем разряде, если Б число больше, чем А, и вот здесь единица на входе А3 ноль, что мы получим? Вот здесь единица, ноль инвертированный даст единицу, значит, на схему И попадает две единицы. На выходе будет единица, и схема ИЛИ выдаст единицу. Так. Вот Б больше А. И здесь даже не важно, что с более младшими разрядами. Если старший разряд в числе у числа Б единица, а у числа А ноль, то ясно, что число Б больше, чем число А. Ну, а если в старших разрядах они равны? Два нуля или две единицы. Тогда вот эта схема И с инверсией разряда А3 даст здесь ноль. Ну, потому что если они... Вот у обоих чисел старший разряд по единице, то здесь единица, и здесь единица, но инверсия даст ноль. Так что сюда пройдет ноль. Ну, если оба нули, и числа Б, и числа А, то тогда вот этот нижний сигнал будет нулем, а этот единица, ну, схема И даст все равно ноль. И дальше смотрится, а что вот больше во втором разряде у числа Б, где здесь единица, где ноль. Значит, если число Б больше, чем А, и в старших разрядах старшие разряды равны, смотрим здесь, предположим, вот Б, это число больше Б. Тогда, допустим, здесь единица, а здесь ноль. Вот здесь, обратите внимание, подается вот напрямую Б, второй разряд числа А с инверсией. Значит, если вот здесь единица, здесь ноль, то вот эти две будут единицы. А вот это выдает вот отсюда, ну, подтверждение того, что эти разряды одинаковы. вот сюда, видите, на сумматор по 0 и 2, то, что мы использовали вот для определения равенства, вот когда они равны, то здесь будет обязательно ноль, и тогда вот это даст единицу. Так? И вот здесь в этом случае появится единица, что будет говорить о том, что Б больше А. Зачем вот этот ещё нужен? Потому что вот если этого не подать, то при этой комбинации, вот здесь вот здесь вот здесь вот это будет у нас единица, здесь, то есть здесь ноль и единица, они дают единицу. Чем это грозит? Вот если они не равны, это в этом случае вот этот элемент просто выключается, здесь всегда будет ноль. То есть если А и Б не равны, то нужно по ним только определять результат. И поэтому вот этот элемент будет давать на выходе единицу, независимо, то есть ноль будет давать, независимо от того, что вот во втором разряде у обоих чисел. И точно так же всё более и более младшие разряды. Вот если здесь равны, то этот элемент выдаст здесь ноль, а вот следующий точно так же берётся, вот эта пара подаётся, и берётся от предыдущего разряда, тоже с инверсией. Вот. От этого и от этого. Здесь число входов уже на единицу больше. Ну и по аналогии так же и с самым младшими разрядами, с нулевым разрядом. На схемах, вот когда составляются схемы с использованием компараторов, конечно, не рисуют точную, вот полную эту схему, обозначают прямоугольником, где вот названы входы чисел А и Б, А0, Б0, А1, Б1 и так далее. И вот здесь выход А эквел Б, значит, число А равно Б, тогда здесь появляется единица. А если они не равны, то вот здесь появится либо ноль, либо единица. Если единица, Б, грейк А больше А, а 0, значит, обратное А больше Б. Ну вот если это многоразрядное число, допустим, 16, 32-разрядное, рисовать в таком виде тоже очень громоздко. И тогда используют обозначение другое. Вот жирной линией это обозначается шина, в которой много проводов. Вот если это четырехразрядное, как наша, то вот здесь пишут, что здесь находятся переменные от А нулевого до А третьего. Вот четыре переменные. А на этой шине переменные от Б нулевого до Б третьего. Косая черта говорит о том, что это шина. Ну, для подтверждения, по толщине не всегда можно разобрать. И часто вот у этой косой черты пишут число. В данном случае здесь должно было бы стоять 4. Могло бы стоять. В общем случае пишут N, что N-разрядная шина, а N вот здесь обозначают сколько там, допустим, от А нулевого до А пятнадцатого. 16-разрядная шина. Выходов также остаётся 2. Вот это класс компараторов чисел или слов. Следующие элементы входящие в класс арифметикологических устройств. Это сумматоры. Существует понятие полусумматор. Это когда суммируются 2 бита. 2 бита, если суммируется, какой результат может быть? Ну, будет результат сумма и может быть перенос. Значит, мы у полусумматора должны иметь два выхода. Один вот, самая полусумма. это сумма по модулю 2. Ну, или вот так расписывается. То есть, ну, или сумматор по модулю 2. Вот он даёт сумму в данном разряде. То есть, если только одна переменная принимает значение единицу, то полусумма равна единице. Если они одинаковые, то полусумма 0. А вот это carry out. Выход переноса в старший разряд. Он появляется в каком случае? Если обе переменные равны единице. Тогда обязательно сумма-то будет равна 0 в этом случае, а перенос в старшем разряде появится единица. Вот это называется полусумматором. Схема, которая реализует вот эти две логические функции. Но реально в схемах суммирования двух чисел мы что имеем? Мы складываем в данном разряде переменную там x и y, но может быть вот перенос из предыдущего разряда. И его надо учитывать. И вот там, где учитывается перенос из младшего разряда, ну, если он есть, то единица, если нет, то он 0. Если нет оттуда переноса. То есть если вот в предыдущем разряде это произведение равно 0. И там, вот если мы учитываем перенос, то тогда мы имеем полный сумматор. И тогда вот эта сумма полная уже получается как результат суммы по модулю 2 трёх переменных. Переменные в данном разряде x и y и вход переноса. Вот, carry input. Вход переноса от предыдущего разряда. Вот это получается сумма. Ну, в этом случае тоже может возникнуть перенос. И нужно сформировать сигнал переноса. Carry out. Выход переноса. В каком случае возникнет перенос в этой ситуации, когда мы фактически складываем 3 бита? Значит, перенос возникнет в тех случаях, когда есть 2 или больше переменных принимают значение равное единице. В этом случае будет перенос в следующий разряд, в старший разряд. Это возникает, если вот можно в таком виде представить попарное произведение всех этих трёх переменных. x на y, вот, либо это даст, если они по единице, у нас появится сигнал переноса, либо переменная от слова, или от числа x на перенос из младшего разряда в этот, либо вторая переменная, это множенный на перенос. Это значит, чтобы сформировать полный сумматор, нужно схему создать. нужно, вот, она должна реализовывать вот эту пару этих логических функций. Как же выглядит этот полный сумматор? Для того, чтобы сформировать сумму от трёх переменных, сумму по модулю 2, потому что в данном разряде мы можем иметь результат только либо 0, либо единицу, ну и перенос в старший разряд. Для этого нужно, вообще говоря, можно формально вот не писать, не рисовать, как здесь две, а нарисовать сумматор по модулю 2 с тремя входами, который реализует вот такую логическую функцию. Ну, довольно часто это делается с помощью двух сумматоров, двух входовых. Вот здесь мы получили сумму по модулю 2 от двух переменных и подаём на вход второго сумматора, куда подаём третью переменную, вот сигнал переноса. Мы здесь получили сумму. А для того, чтобы получить перенос, как мы видели, нам нужно взять произведение попарное этих из трёх переменных и подать на схему логического сложения. Вот эти схемы И, И, это даёт логическое перемножение. Вот здесь перемножаются вот эти Х и И вот здесь. здесь перемножается И и вход переноса, и сигнал переноса, а здесь перемножается Х и сигнал переноса. А потом подаётся на схему ИЛИ, логическое сложение. Если хотя бы на одном из выходов есть единицы, то на выходе появятся единицы. Перенос в следующий разряду. Эти схемы обозначают тоже в виде прямоугольника, у которого три входа, Х, И, И и вход переноса, и два выхода. Сумма и сигнал переноса. Carry out. Вот мы сейчас увидим дальше, что удобнее изображать не так, хотя общее правило в логических схемах такое. Слева входы, справа выходы. Но вот иногда для построения многоразрядных схем удобнее представить вот в таком виде. Вот здесь переменные в данном разряде, допустим, А нулевое, В нулевое, или А первое, В первое. Вот здесь вход переноса из предыдущего разряда. Значит, если здесь А первое и В первое, то это перенос из нулевого разряда. А это выход на следующий разряд. А сюда сумма. И вот теперь, если мы хотим построить сумматор n-разрядных чисел, как это будет выглядеть с использованием вот этих полных сумматоров для каждого разряда. Самый простой такой сумматор, это сумматор с так называемым сквозным переносом. Вот с него мы начнём. Сумматор со сквозным переносом. Вот младший разряд, нулевые разряды. Х нулевое, и у нулевое. Вот слово одно у, другое х. Это у него вход из более младшего разряда, но младшего разряда нет. Это самый младший разряд. Поэтому здесь нужно подать ноль. Нет переноса. И сумма по модулю 2 вот этих двух разрядов даёт результат в этом, в нулевом разряде. И формируется перенос в следующий разряд. Здесь уже складываются три переменных. х1, y1 и перенос из предыдущего разряда, его вход переноса. Получаем сумму и перенос в следующий разряд. И вот такая цепочка может быть собрана для любого n-разрядного числа. Формально, сколь угодно большое. Довольно существенный недостаток вот таких сумматоров со сквозным переносом. Сквозной, потому что перенос вот здесь появится с задержкой после появления вот этих сигналов. Задержан. Даже если все вот эти одновременно будут осчитываться разряды х, n-е, y, n-е, то вот сигнал переноса вот здесь появится с некоторой задержкой после появления этих сигналов. Раз он здесь появился с задержкой, то есть дополнительно к этой задержке ещё будет задержка, появление переноса уже во второй разряд, из первого во второй и так далее. То есть задержка переноса накапливается, и поэтому вот если здесь мы получаем сумму С0 с одной задержкой, вот только в этом, то вот здесь к задержке, которая сформировалась бы просто из этих чисел, добавится чуть позже сигнал С1. Значит, здесь результат будет позже, чем здесь. Здесь ещё с задержкой дополнительной. Значит, результат правильный получится после того, как сигнал задержки пройдёт через эти N разрядов. И если число разрядов далеко, то получается задержка большая. То есть нельзя подавать новые числа, чтобы получить новую сумму быстро, пока мы не получим на выходе результат от предыдущих двух чисел сложенных. И поэтому вот эти схемы с таким сквозным переносом используются в тех случаях, когда у нас либо очень медленно меняются данные на входе, так что к следующему новым числам Х и У у нас результат уже получен, мы его где-то использовали. Либо число разрядов должно быть мало, чтобы не накопилась большая задержка. В любом случае, результат здесь должен появиться до того, как сменятся числа на входе. Вот это основной недостаток этих схем. Хотя они достаточно простые. Все одинаковые звенья. Ну вот это можно сделать и попроще, поскольку С0 не нужно подавать. Здесь просто сумматор по модулю 2, 1. Ну, обычно делают все идентичными вот эти блоки. Ну и пусть здесь просто подают ноль. Существенный выигрыш в быстродействии дают сумматоры с так называемым ускоренным переносом. Вот сейчас мы разберём этот сумматор. В этом сумматоре существует блок ускоренного переноса, который формирует переносы параллельно во всех разрядах, не дожидаясь появления переноса от боли младшего, а формируется в каждом разряде независимо. Сейчас мы рассмотрим, как можно это сделать. Значит, в этом сумматоре с ускоренным переносом, вот именно в блоке ускоренного переноса, формируются два вспомогательных сигнала. Один сигнал генерации переноса, вот он обозначается же итое. Вот в этом разряде формируется сигнал генерации переноса. Как он формируется? Значит, он появляется, то есть становится равным единице, если в этом разряде вырабатывается единица на выходе переноса, независимо от переноса. В следующем разряде, независимо от значения входных переменных, всех переменных более младших, независимо от них, появился там перенос или нет, мы формируем сигнал, вот независимо от этих значений, формируем сигнал С, сигнал выхода в следующий разряд В плюс первый. Сейчас напишу, как он формируется. Независимо от того, каковы результаты будут переноса от предыдущих разрядов, он сам по себе формирует разряд, перенос. Сейчас посмотрим, в каком случае он должен это сформировать. Это называется сигнал генерации переноса. И второй сигнал передачи переноса. Он равен единице, если хотя бы на одном из входов в этом данном разряде, в этом, есть единица логическая. Вот сейчас посмотрим, почему мы можем вот так сформировать сигнал переноса, в этом разряде, самостоятельно, не дожидаясь появления переносов от предыдущих разрядов. Вот из того, что здесь записано, когда появляется сигнал генерации переноса и передачи переноса по ИТ, они должны формироваться вот каким образом. посмотрите, сигнал генерации переноса. Ведь если в этом разряде обе переменных равны единице, то независимо, будет ли перенос из предыдущего разряда сформирован или нет, мы всегда при этом должны иметь перенос в следующий разряд. И вот он называется сигнал генерации переноса. Независимо от того, какие сигналы на входах там И, минус первого до нулевого. Вот это сигнал генерации переноса. А второй сигнал передачи переноса. Он формируется равным единице, если в данном разряде либо переменная Х, либо переменная У имеет значение единица. Ну, действительно, если у нас в предыдущем разряде сформировался перенос, то его в этом случае, когда нужно передать дальше если хотя бы одна из переменных в данном разряде равна единице, тогда их сумма по модулю 2 будет равна нулю, а должен появиться при этом перенос. Вот этот сигнал переноса. Ну, и вот, используя вот эти два сигнала, ЖИТ и ПИТ, формируется сигнал переноса в данном разряде следующим образом. Вот он перенос в следующий разряд. Посмотрите, как он записывается. Перенос в следующий разряд, минус первый, равняется сигналу генерации переноса, вот этому, плюс сигнал передачи переноса на сигнал переноса из предыдущего разряда. Вот вроде бы мы используем здесь сигнал передачи из предыдущего разряда. Но сейчас увидим, что это не означает, что задержка будет нарастать здесь. Ну, действительно, вот из трёх, три у нас на полный сумматор подаётся три сигнала. ХИТ, УИТ и СИТ, перенос из предыдущего разряда. Ну, вот тогда, когда будет перенос следующий? Либо в этом самом разряде две единички, и тогда мы тут сразу сформировали, либо у нас есть перенос из первого разряда, а эти два, не оба единицы, но хотя бы один из них равен единице. Когда мы вот это ПИТ получим единицу, умноженное С, то есть появится сигнал переноса. А если оба этих, обе переменных равны нулю, и та, и другая, тогда вот это даст ноль, вот этот будет равен нулю, и сигнал переноса окажется равным нулю. Просто в этом разряде сумма получится просто равная, вот эта одна единичка перешла из предыдущего разряда, а эти у нас были нулю. Так вот, пользуясь вот этим выражением, легко получить рекуррентные выражения для формирования сигнала переноса в любом катом разряде. Вот сейчас я покажу, как это делается, как формируются рекуррентные выражения. Ну вот для нулевом разряде сигнал переноса в первый разряд формируется каким образом? Ну вот С0 можно вообще сейчас считать равным нулю, но для общности здесь просто приведено формально, но С всегда равен нулю. Значит, в этом случае, если оба переменные в этом влевом разряде по единице, вот их произведение даст единицу, это сигнал, вот этот сигнал генерации переноса, так, вот мы имеем, ну это даёт 0 у нас, потому что С0 равно нулю. Вот мы сформировали перенос в следующий разряд. Как формируется перенос в следующий разряд? Там нужно взять, вот по выражениям, которым мы вот здесь получили, вот оно записано, теперь мы его записываем. Ж1 формируется, как произведение х1 на у1, вот сигнал генерации переноса, то есть сигнал генерации переноса, сформирован перенос, обязательно будет. Вот если там 2 единицы, ну а если хотя бы там 1 единица, то здесь будет 0. Что даёт второе вот это слагаемое? П1 надо умножить на С1, а С1 у нас вот как записывается, Ж0 плюс П0 на С0. Значит, ну опять про это мы забудем, можно было бы даже и не писать. Обратите внимание, мы здесь формируем сигнал переноса во второй разряд из первого. По результатам П1, вот Ж1, П1 и формирование генерации переноса из предыдущего разряда. Так? Вот. Ну или вот взяв это произведение, мы вот в таком виде получим. Дальше для переноса из второго разряда в третий, вот это выражение, Ж2 плюс П2 на С2, и опять расписываем. Ж2, П2 оставляем, в этом разряде он формируется, вот эти. А здесь вместо С2 мы записываем вот это выражение. Опять умножаем на П2, получим вот такое. Смотрите, здесь вот число операций, которые нужно выполнять. обратите внимание, какое. Нужно брать произведение, так, вот, надо взять в данном случае, ну, давайте, последнее не будем обращать внимание, там, цена 0 равно 0. Надо взять 3 произведения и подать на схему или двухфодовую. вот. То есть, вот задержка будет вот в этих элементах, ну, будем считать, что она примерно одинаковая, хотя с ростом числа переменных задержка несколько увеличивается, ну, побольше. Вот задержка здесь и плюс задержка в сумматоре. Здесь что было? Задержка, вот здесь брали произведение, плюс задержка в сумматоре, ну, по отношению к сформированным же итым и по итым. И теперь перенос из третьего в четвёртый разряд. Что мы видим? Число операций не увеличивается. У нас опять есть только произведение и сложения логические. Ну, растёт число переменных при переумножении и растёт число слагаемых. Это несколько увеличивает задержку, но это не радикально, не так, как задержка всё время накапливается одна и та же. Здесь задержка растёт не так быстро. И вот дальше, просто если число переменных больше, просто увеличивается вот число переменных при логическом произведении, то есть схема и делается на большее число входов. И потом сумматор на большее число входов с каждым следующим разрядом. Но задержка появления вот этих переносов нарастает очень и очень медленно по сравнению с последовательным переносом. Ну и в этом случае сумматор с ускоренным переносом выглядит следующим образом. Вот сумматор в каждом разряде, формирующий вот этот сигнал переноса, генерации переноса и сигнал переноса. Формирование, формируется перенос. А вот здесь это схема ускоренного переноса. Вот ей подготовлены вот эти вспомогательные сигналы G и P в каждом разряде. Задержки здесь одинаковые. Вот после подачи этого числа вот здесь с одинаковыми задержками формируются эти сигналы. А дальше из них вот по рекуррентным формулам формируются все сигналы. Вот здесь сформирован для этого сигнала, для этого разряда перенос от этого. Здесь сформирован перенос не просто взят вот этот сигнал здесь, который мог бы появиться и подан сюда, а сформирован практически одновременно с этим. Этот практически одновременно с этим. с использованием вот этих сигналов в каждом предыдущем разряде. Они сформировались практически одновременно. Вот эти сигналы. Вот это вот так обычно используют вот в таком виде с ускоренным переносом и используются реальные сумматоры чисел. Ну, вот на этом мы закончим комбинационные схемы. То есть схемы, в которых результат, ну, в данном случае вот здесь сумма, вот это результат сложения чисел в нулевом разряде, в первом, в втором, в третьем, с учётом переносов от предыдущих, от результата, от того, что было на предыдущих младших разрядах. И появляются сразу. Если здесь изменить число, то здесь изменятся результаты, ну, вот с некоторой задержкой, реальной, которая существует в логических элементах. Уменьшать задержку можно, делая более быстродействующие схемы. И вот это всё комбинационные схемы. А вот то, что я говорил, вот был там слайд, где определение было последовательных схем, вот они функционируют не так. Вот на входе может измениться, вот, допустим, числа изменились, а результат не появляется. Результат появится только после подачи некоторого тактового сигнала, который определяет такт работы устройства по изменению сигнала тактового, ну, перехода его из нуля в единицу, либо из единицы в ноль. Вот это схемы последовательные, и схемы с памятью их называют, поскольку они сохраняют, как бы, предыдущее состояние, и только на сигнал, тактовый сигнал изменяют состояние на выходе в зависимости от того, в каком состоянии было на входе. А не то, что на данный момент там есть на входных сигналах. Вот перейдём к этим схемам. Ну, основой всех этих схем является вот такой элемент. Вот он имеет два устойчивых состояния. Фактически, посмотрите, это инвертор. С выхода одного инвертора сигнал подаётся на вход второго инвертора, а с его выхода на вход первого. Это можно было бы изобразить так. Вот один инвертор, последовательно за ним стоит второй, с выхода второго сигнала подан на первый. То же самое. Ну, иногда удобнее рассмотреть вот в таком виде. Значит, вот это схемы с памятью. Ну, вообще, они не все. Вот я то, что сейчас приводил пример, как бы на примере вот суммата, что там по тактовому сигналу, это синхронные схемы. Вообще, схемы с памятью более общие, это вот элементы, которые могут хранить, ну, в данном случае, бит один. Допустим, здесь единица, а здесь, соответственно, противоположное должно быть ноль. Либо обратное состояние. Здесь ноль, а здесь единица. Это устойчивое состояние. И вот такой элемент, это элемент памяти. он может хранить значение бита. Вот это считается за его выход, а это инверсия. Здесь либо единица, либо ноль. Но вот сама по себе этот элемент памяти, он, видите, неуправляемый. здесь нет возможности сохранить то, что мы хотим, единицу, либо ноль. Вот при подаче напряжения питания на эту пару инверторов, вот так соединённых, здесь установится более-менее произвольно, случайно, либо единица, либо ноль. И в этом состоянии устойчиво будет находиться эта схема. О том, как управлять этими схемами, мы сейчас рассмотрим. Вот эти все схемы с памятью делятся на два класса. Один называется защёлки, а другой триггеры. Защёлка Ledge английское название. Вот называют схему, которая чувствительна к сигналам постоянно. Вот на входе сигнал, если изменился, то состояние этой схемы сигналов на выходе изменится. Но изменится не просто от того, как сейчас, как комбинационная схема изменится в зависимости, строго в зависимости от того, что было на входе, а изменится в зависимости ещё от того, в каком состоянии эта схема находилась до подачи новых сигналов на вход этой защёлки. И это независимо от изменения вот этих тактовых сигналов. Вот эти схемы ещё называют несинхронными, асинхронные, и вот эти схемы называются ещё защёлками. второй тип схем триггеры флип-флоп латинско-английское название. Вот схема, в которой выходные сигналы изменяются не в те моменты времени, когда подаются новые входные сигналы, а только в моменты времени, которые задаются тактовыми сигналами, изменениями, либо при изменении тактового сигнала с нуля на единицу, либо с единицы на ноль. Ну, не так и так, а либо по изменению с нуля на единицу, либо с единицы на ноль. Но изменения происходят в зависимости от того, что имеется на других входах у этой схемы триггера. Вот их отличие защёлки от триггера. У защёлок нету тактовых сигналов, они изменяют, ну, тоже с некоторой задержкой состояние схемы по выходу в зависимости от того, что подано на вход и в зависимости от того, что, в каком состоянии этот элемент находился у защёлка. А триггеры только в момент перехода тактового сигнала. И это принципиально разные схемы и нужно чётко представлять вот как они функционируют. Вот в русскоязычной литературе очень часто объединяют эти обе схемы защёлку и триггер и всё называют триггерами. Ну, иногда, чтобы всё-таки как-то отметить, что вот они всё-таки по-разному функционируют, говорят, что вот там, где эта защёлка, статический триггер, а там, где они работают синхронно с тактовым сигналом, называют динамическим триггером. Ну, мне кажется, вот разделение на защёлки и триггеры более правильное. Ну, и в англоязычной литературе везде именно защёлки и триггеры. Вот всегда лэч и флип-флоп используются. Ну, а у нас может стоять триггер. Итак, если не пояснено, какой он статический или динамический, то нужно смотреть на описание этого триггера. Ну, иногда в обозначениях бывает разница у этих элементов. Начнём с самой простой, так называемой SR-защёлки. Вот наша схема теперь состоит, имеются не просто инверторы, а схемы или не. Одна схема или и другая. И вот по одному входу задействованы для того, чтобы создать вот этот элемент памяти, который может хранить один бит. На выходе Q может быть единица либо ноль. Имеется два входа. Один называется RESET вот по этому входу мы можем записать сюда или запомнить в этой ячейке, в этой защёлке ноль здесь, RESET, установка нуля. А по сигналу SET, когда он активный, мы сохраняем в этой ячейке единицу здесь. Вот это уже управляемая SR-защёлка. она так названа по названиям входа. Входы SET и RESET. Вот если комбинационные схемы описываются таблицей истинности, то здесь тоже таблицами, которые называются таблица состояний, потому что здесь учитывается состояние вот этой защёлки до момента подачи новой комбинации сигналов на вход. Вот в каком состоянии находилась. От этого зависит в каком состоянии будет следують после подачи новой комбинации. Вот мы здесь записываем сигналы SR, ну, четыре комбинации возможно этих двух сигналов и сигналы на выходе. Вот QN это в n-ый момент после подачи новой комбинации сигналов. А это инверсное значение. Оказывается, не всегда будут они инверсными, поэтому здесь записать надо. И вот здесь результат QN минус первый, то, что в каком состоянии находился находилась эта защелка до подачи этой комбинации сигналов. Вот если на вход R и на вход S поданы логические нули, то в следующем, после подачи этих нулей вот эта защелка будет в состоянии предыдущем в n-1 момент, то есть до того, как эти сигналы были поданы нулевыми. То есть, видите, зависит, в каком состоянии окажется при подаче нулевых значений сюда неоднозначно, что будет на выходе. Будет то, что было до этого здесь хранилось. Если здесь была единица, здесь ноль, так и останется. И вот эта комбинация двух сигналов S и R называется режим хранения в этой защелке этого бита вот в n-ый момент времени будет то, что мы там этого сохранили. Ну, а здесь будет инверсия. Если на вход R подается единица логическая, здесь ноль, что мы должны иметь на выходе? Если хотя бы на одном входе имеется единица, то независимо, что на этом входе, единица или ноль, достаточно одной единицы на вход схемы или нет, на выходе будет ноль. Если S равен нулю, посмотрите, если мы сюда подали единицу, вот здесь обязательно будет ноль, а сюда мы подаем S равный нулю, здесь ноль, ноль, здесь будет единица. На выходе не Q будет единица, независимо от того, что было там до этого. А здесь будет ноль. Вот мы записали ноль, поэтому называется ресет, обнуление как бы этой ячейки. Помните, то есть сохранение там нуля. Если на вход S подать единицу с запись единицы, вот если здесь подать единицу, а здесь оставить ноль, то здесь будет на ниху обязательно ноль, раз есть единица. Здесь ноль и здесь ноль дает единицу. Вот мы там записали единицу. Если после этого эту единичку убрать, то есть подать ноль-ноль, мы вот там и сохраним эту единицу. Вот это режим записи нуля, это режим записи единицы. После этого мы должны перейти в режим ноль-ноль хранения, убрать сигнал записи единички либо нуля, и эта ячейка будет хранить вот здесь этот бит. А что будет, если и сюда, и сюда подать две единицы? И сет единицы, и ресет единицы? Ну, тогда и здесь будет ноль, и здесь ноль, раз в каждом исходов есть по единице. Ноль и ноль. И вот эта комбинация входная запрещенная, это не значит, что вообще нельзя подать такую, подать можно. Но если, почему она нежелательная вот так подавать? Ведь если после двух единиц одновременно вот здесь и здесь сделать нули, в каком состоянии останется эта защелка? Что в ней сохранится? Один ноль или ноль один? Это сказать невозможно. Если схема симметрична, то посмотрите, вот здесь нули мы установили, а здесь у нас нули из-за предыдущего значения двух единиц. На каждом из входов будет по нулям, это означает, каждый из выходов будет стремиться к логической единице. Но всегда есть некоторые несимметрия в схеме, кто-то чуть-чуть быстрее будет здесь нарастать единицы. А если здесь будет нарастать единица и достигнет порога, который эта схема воспринимает как единица, то здесь напряжение начнет опускаться к нулю. Здесь к нулю, здесь у нас уже установлен ноль, значит, этот выход к единице будет стремиться. возможно и обратная комбинация, когда после подачи двух единиц переход в режим хранения, мы здесь увидим ноль, а может единица, то есть неопределенность. Поэтому вот такой режим можно, конечно, использовать, на некоторое время сделать здесь оба выхода ноль, но только если обязательно после этого следует либо вот режим обнуления, единичка будет сюда подана, то есть только если одна из этих единиц будет убрана, а не одновременно обе. Если будет подана одна из этих единиц, то мы запишем соответственно ноль и один, и потом можно перейти в режим хранения. На схемах SR-защёлка обозначается вот таким прямоугольником входные сигналы SR, выходы Q и не Q. Вот работа таких устройств, ну, многих устройств и комбинационных схем, и тем более схемы с памятью поясняются часто временными диаграммами. И вот посмотрим, как работает SR-защёлка при разных комбинациях входных сигналов. Ну, вот здесь вариант такой правильной работы SR-защёлки. Вот это. Давайте здесь рассмотрим покрупнее вот этот вариант. Значит, здесь бывает режим хранения, хранение, когда SR равны нулю. Вот режим хранения одновременно SR равны нулю. И бывает вот сигнал SET запись единицы, и бывает сигнал RESET запись нуля. Одновременно они не присутствуют. Что мы в этом случае будем иметь? вот по этому сигналу SET неважно в каком состоянии находилась при этом это SR-защёлка, если она могла быть нулём либо единицей, в любом случае этим сигналом мы перейдём в единицу. А здесь, если это было в единице, перейдёт в ноль, а если был в нуле, так в нуле и останется. И с этого времени вот это всё время установки записи единицы на выходе Q-единицы. Вот здесь пришёл сигнал обнулить, сделать ноль, запомнить ноль в этой защёлке. По этому сигналу этот переходит в единицу, то есть из единицы в ноль, а этот в единицу. Ну, дальше сигнал снова SET, он опять перейдёт сюда в единицу, этот в ноль. Это вот нормальная работа SR-защёлки, когда одновременно они не бывают. Сигналы S и R. А вот здесь другие варианты. Вот сигнал SET, RESET. Это выход Q, не Q. Вот, посмотрите, вот режим хранения. Допустим, здесь хранилась единица, ну, NICU тогда ноль. Пришёл сигнал RESET, и он перевёл в единицу нашу защиту, то есть из единицы в ноль RESET установил ноль, а выход NICU перевёл в единицу. Но если в это время пришёл и сигнал SET записи единицы, что мы будем иметь? Сейчас, надо всё вернуть. Мы будем иметь ноль и на выходе Q и ноль на выходе NICU одновременно. Но если этот сигнал, то есть состояние ноль и ноль, но дальше сигнал SET стал неактивным, а RESET продолжает оставаться активным. И он поддерживает, продолжает ноль на выходе Q, а NICU нормально станет в противоположное состояние в единицу в противоположное значение Q. Вот здесь обратная ситуация, когда сигнал SET более длинный, чем RESET, и он в пределах этого. Здесь на некоторое время будет вот такая ситуация, ноль-ноль. Но потом, поскольку SET продолжает оставаться единица, а здесь ноль, мы переходим в режим, когда на выходе устанавливается единица, здесь инверсное значение, и когда они оба нули, это состояние сохраняется до следующего значения. вот здесь вариант, когда сначала RESET единица, мы устанавливаем ноль на выходе на Q и единицу на не Q, потом появился сигнал SET единица, так, он сделал ноль и ноль на обоих выходах, на Q и на не Q, а потом эти сигналы одновременно становятся в ноль, мы переходим в режим хранения, что же здесь будет? Вот здесь будет, ну, сначала там неустойчивое состояние, они оба будут проходить от нуля, вот из нуля стремиться к единице, как-то, и в каком состоянии остановятся Q и не Q, сказать невозможно. Ну, конкретно каждая схема обычно переходит в одно и то же состояние, из-за несимметрии. Но когда схем много, одни могут перейти в состояние один на выходе, другие в состояние ноль. Ну, и вот некоторое время там будет неопределенность, а потом установится либо единица, либо ноль. Какое, сказать невозможно. Вот это как временные диаграммы описывают работу СР-защёлки. Теперь для работы правильной РС-защёлки важны и временные соотношения. Вот для того, чтобы РС-защёлка или СР-защёлка правильно среагировала на сигнал, входные сигналы. Длительность входных сигналов должна быть не меньше некоторой величины. Вот здесь заштриховано, что не меньше этой величины. В этом случае сигнал на выходе изменится. Вот СЭТ запись единицы. И вот есть время задержки T-пропагрэйшн. От сигнала СЭТ, который мы подали, до сигнала на выходе Q. Вот на входе изменился в это время, на выходе изменится через электрон. Вот эти параметры все даны в справочных данных на любые элементы цифровой электроники. Затем вот здесь ну вот это режим хранения. Здесь хранится единица на выходе Q. Вот задержка здесь какая-то одна. Вот первая по этому сигналу. Вот второй сигнал появился на входе ресет. Точно так же он должен быть определенной длины, не меньше некоторой величины должен быть. И сигнал на выходе появится с другой может быть задержкой T-пропагрэйшн. От сигнала ресет до сигнала Q. Не обязательно не одинаковые. Вот здесь задано минимальное время, которое длительность сигнала должна быть не меньше, вот T-минимальная. Эта длительность как правило должна быть вот этот интервал времени должен быть меньше, чем задержка, через которую появляется сигнал. То есть сигнал должен быть больше по длительности, чем вот эта длина. Ну и там потом появится его на выходе. А вот если длительность входного сигнала меньше вот этого T-минимального, то вот в каком состоянии окажется защелка после подачи сигнала ресет, вот он был, эта защелка была в состоянии единицы на выходе Q. Если подали сигнал ресет, то короткий, меньше на минимум, то совершенно необязательно защелка примет значение ноль. Хранить будет ноль. Может будет некоторое неопределенное время, с чего там, а потом установится либо в единице, либо в ноль. Вот временные соотношения должны достаточно строго выполняться, чтобы правильно работали эти логические элементы. Ну, довольно часто используется защелка на элементах ине. Ну, я уже говорил не один раз, элементы и предпочтительнее по сравнению с элементами или не. У них меньше задержки переключения из одного состояния в другое при смене сигналов на входах. Ну, и эта защелка на элементах и не называется неэс, неэр защелка. вот для неё таблица состояний выглядит следующим образом. Вот здесь режим хранения это когда на обоих входах неэс и неэр находятся единицы. Вот когда единицы, то это режим хранения и там сохраняется состояние, которое было до подачи этих единиц. Вот предыдущее состояние. Для того, чтобы записать единицу сюда, сигнал с должен принять значение ноль. Посмотрите, если сигнал вот здесь он неэс назван, если он равен нулю, то элемент и не обязательно даст на выходе единицу независимо от того, что на другом входе. Ну, произведение любого значения на ноль даст ноль инверсии единицу. Вот при подаче ниэс равным нулю мы имеем на выходе единицу храним. Если при этом снова здесь сделать единицу прийти в режим хранения, мы эту единицу и будем здесь хранить. Ну, а чтобы записать сюда ноль, нужно ниэр подать равным нулю. и здесь запрещенная комбинация ноль-ноль, потому что при этом на обоих выходах у нас будут единицы и какое состояние будет сохранено при переходе в режим хранения один-один, сказать невозможно. То есть здесь активные сигналы для записи это низкие уровни, поэтому вот их низкий уровень, и когда вот с чертой здесь это означает, что активный уровень низкий, ноль даёт запись единиточки сюда, а ноль здесь запись нуля. Обозначают на схемах вот этот элемент таким прямоугольником на входе рисуют значки инверсии. Вот S должен быть активным, когда вот здесь ноль, когда проинвертированный, он там активный, единицы. Вот видите, здесь есть всё-таки вот у этих защёлок некоторая неприятность, когда появляется вот эта комбинация запрещённая. Здесь нужно строго следить, чтобы после этого была либо вот эта комбинация входных сигналов, либо это. Существует элемент, который называется D-защёлка, которая свободна от этого недостатка. Вот здесь, чтобы записать в эту защёлку единицу, достаточно иметь на входе просто единицу, на входе D, D-та. Чтобы записать ноль, вот здесь нужно поставить ноль. А вот когда он сохранит это значение, определяется некоторым сигналом С, называемым. вот так выглядит эта схема. Вот посмотрим, как она работает. Посмотрите, если сигнал С равен нулю, равен нулю, тогда на выходе вот этой схемы и не будет единица, и на выходе этой схемы и не будет единица. то есть вот эта РС-защёлка, ну, не РС-защёлка, вот здесь ноль и ноль, это режим, то есть единица-единица это режим хранения. Либо один-ноль, либо ноль-один здесь хранится. И вот когда С равно нулю, неважно, что на входе D, у нас хранится предыдущее состояние, то, которое было до подачи сигнала на вход С нуля. Теперь, а если сигнал С равен единице? Вот если С равен единице, то тогда вот этот элемент фактически есть инвертор сигнала D. Вот здесь будет не D. Так? Это тоже инвертор сигнала на своем входе. Но здесь уже один инвертор на D и второй. Вот здесь будет D. Значит, когда С равно единице, вот здесь будет не D, D с инверсией, а вот здесь D. Мы теперь смотрим. Если D равно нулю, то вот здесь будет единица, так? А вот здесь будет ноль. ну, если здесь ноль, то здесь единица, а здесь будет ноль. Значит, когда на входе D единица, вот здесь единица, а здесь ноль. Если на входе D сигнал изменится и станет равным нулю, сейчас, я говорил сначала здесь, если ноль, то здесь единица, здесь ноль, да, и здесь хранится ноль. А если здесь единица будет, то тогда здесь ноль, здесь единица, этот ноль даст здесь единицу. То есть, смотрите, фактически, когда C единица, у нас на выходе Q всегда то же самое, что и на входе D. говорят, что D защёлка прозрачно для сигнала D, то есть сигнал D появляется на выходе Q, пока C равно единице. Но как только C становится равным нулю, мы сохраняем это состояние. Видите, C может меняться с нуля на единицу и обратно. Если C стоит единицей, то здесь также будет меняться сигнал с некоторой задержкой. А как только C станет равным нулю, защёлка переходит в режим хранения и сохраняет то, что было на входе D в момент перехода C из единицы в ноль. И тогда оно в режиме хранения. При этом на входе D может сигнал меняться, на выходе меняться ничего не будет. вот это таблица состояния для такой D-защёлки. И как выглядят временные диаграммы здесь? Вот здесь, допустим, вот так меняется сигнал D. То единица, то ноль. А вот так сигнал C меняется. Вот пока C единица, как мы говорим, у нас прозрачная защёлка. И она пропускает на выход Q то, что есть на входе D. Вот здесь был режим хранения до сих пор, пока C было равно нулю. D менялась, на выходе ничего не менялось. Ну, там хранился ноль, предположим. Вот в этот момент времени защёлка с этого момента времени становится прозрачной. И то, что есть на входе D, у нас появляется на выходе Q, ну вот с задержкой по отношению к этим сигналам. Вот здесь C стала единицей, делает прозрачную ноль, на выходе сигнал не мгновенно появится, хотя D уже стоит. А вот здесь D перешло в ноль, тоже со своей задержкой от сигнала D до Q, здесь от сигнала C, от его изменения до Q, перешёл в ноль, вот этот, здесь снова перешёл. Вот здесь наша D-защёлка перешла в режим хранения, и у нас в этот момент, видите, на входе D была единица, и мы теперь сохранили D до следующего момента, когда C станет единица и защёлка опять прозрачная. Вот сохраняется там, так же, как и записывается, только если в течение некоторого времени до изменения C и после его изменения, до перехода в ноль и потом из единицы C в ноль, и вот сколько времени от момента перехода сигнал D должен находиться неизменным время установки, установления. до изменения сигнала C и после вот это строго должно быть выдерживаться. Если сигнал, вот как здесь, посмотрите, изменяется, вот это время, в течение которого сигнал должен оставаться неизменным, вот относительно момента перехода C из единицы в ноль, а сигнал на входе D изменился в это время. Что запомнится в этой ячейке, в этой D-защёлке, должен бы запомниться ноль, поскольку момент перехода там ноль. Но если это время меньше вот этого минимального времени, время установки и удержание после перехода не должно меняться, вот либо то, либо другое, то, что сохранится, сказать сложно здесь. Вот эти защёлки, D-защёлки, один из самых распространённых элементов защёлки, и мы увидим, что он используется и в больших ячейках памяти, используются вот такие, в некоторых типах памяти используются вот такие D-защёлки. Но эта D-защёлка, посмотрите, содержит достаточно много, вот чтобы её создать, допустим, в одном кристалле, требуется достаточно много транзисторов. Вот здесь 4 транзистора, 4 транзистора, 4, и 4, это 16, и здесь 2, 18 транзисторов на одну ячейку памяти. И это, конечно, очень, если там нужно создавать тысячи таких ячеек памяти, хранить биты эти, то это слишком громко, неэкономно. Оказывается, что можно создать намного более экономичный элемент такой, D-защёлку, в которой используется всего 6 транзисторов вместо 18. Вот для такой элемент создаётся с использованием защёлок комок транзисторов. Вот посмотрите, что здесь как выглядит эта D-защёлка. Вот это два инвертора, в каждом по два транзистора, это четыре, и вот ещё пара транзисторов, один с N-каналом, другой с P-каналом. Вот эти два образуют ячейку памяти. Если вот этот выход замкнуть со входом, то это будет ячейка, которая хранит бит. Допустим, здесь единица, здесь в это время ноль, и наоборот. Если здесь единица, то там ноль. вот здесь вход D, который у нас, у D-защёлки, на котором информация, которую нужно сохранить, бит единицу или иной в этой ячейке памяти, подаётся на первый инвертор через ключ на N-канальном транзисторе. На него подаётся сигнал C. Вот что мы говорили по поводу защёлки. Когда сигнал C активный, логическая единица, D-защёлка должна быть прозрачной. Значит, если здесь на затвор подаётся логическая единица, высокий потенциал, здесь создаётся проводящий канал, и сигнал D поступает на вход этого инвертора. Значит, вот здесь будет не D, инвертированный сигнал, а здесь опять D. Действительно, если D будет меняться в этом случае, будет меняться и сигнал на выходе Q, так как меняется D. Здесь единица, здесь единица, здесь ноль, здесь тоже ноль. при этом, при логической единице на входе C, вот этот транзистор закрыт, здесь канал закрыт и не проводит, потому что здесь высокий потенциал, близкий потенциал источника питания, между затвором и подложкой напряжения мало, не достигает порога, когда в этом транзисторе создаётся проводящий канал, и эта цепь разомкнута. Вот у нас прозрачная D защелка, пока C единица. Теперь, если C подаём ноль, переходим в режим, должны перейти в режим хранения информации. в этом случае этот транзистор закрывается, вот этот канал становится непроводящим, сигнал D сюда уже не поступает, а вот этот транзистор, теперь у него сопротивление канала мало, становится, проводит, здесь низкий потенциал по отношению к подложке, и вот эта точка замыкается, выход второго инвертора замыкается со входом первого. В этом случае мы получаем ячейку, которая хранит то, что было в ней, вот, допустим, D на момент перехода C из единицы в ноль был единицей, и здесь тоже сохранится единица. Но вот из-за того, что всегда есть некоторые задержки, вот для этого и требуется, чтобы сигнал на входе D был, вот к моменту перехода из режима, ну, из режима проводящего такой прозрачности этой D-защёлки в режим хранения, вот сигналы должны сохраняться на входе неизменными некоторое время. Потому что немгновенно происходит переключение канала из открытого состояния в закрытые и требуется поддерживать постоянным неизменным эти сигналы, чтобы они правильно сохранились после того, как мы перейдём в режим хранения. Ну вот, эти ячейки очень достаточно экономные уже, мало транзисторов требуется, и они чаще всего используются. Вот это элементы, которые используются, и дальше мы будем D-защёлками пользоваться достаточно часто, они входят в состав так называемых триггеров, ну, перейдём, как выглядят триггера, а не защёлки, там составной частью являются D-защёлки. Ну вот, на этом мы сегодня закончим. Добавил субтитры DimaTorzok